здравствуйте дорогие друзья вот мы и собрались я думаю уже сейчас практически все подошли хотя такая неожиданная приятная была для меня новость буквально полчаса назад мне вдруг звонит моя двоюродная сестра из москвы которые живут в москве и говорит мы подъезжаем пить его вы нас пустите в зал ну вот я просто была очень трудно то что она сыном тоже решила приехать на концерт сегодня у нас вечер памяти андреа федоровича вы знаете когда проходит какое-то время а прошел год как его и стал с нами и между прочим через неделю ему бы исполнилось 95 лет то есть такое как бы у нас сегодня знаковое число получается вот когда проходит какое-то время мы начинаем понимать и осознавать кем был человек для всех нас хотя конечно и его жизни мы это понимали но и вот сейчас особенно он был очень талантливым человеком и во всех областях но прежде всего конечно бог его наделил колоссальным музыкальным даром и он проявился и как у педагога пианиста и как композиторский дар и им было очень много отредактировано всяких сборников то есть в общем так вот полный комплект и еще андрей федорович был композитором очень много красивой музыки после него осталось и сегодня она прозвучит кто-то может быть впервые услышат кто-то уже знает но я считаю это замечательное произведение они все кто знает очень всем нравится в нашем концерте будут участвовать ученики выпускники класса 3 федоровича его родные может быть даже вот такой мы попробуем формат сделать как видео приветствие от внуков которые к сожалению далеко и не могут приехать сегодня на концерт так что у нас ожидается большая разнообразная программа и в начале выступит выпускник класса андрея федоровича замечательный пианист притом не только как классический жанр также и других жанрах музыкальных он прекрасно себя проявляет талантливый человек денис кириллов он исполнит думку чайковского денис кириллов он Спасибо. 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 А сейчас Денис остается на сцене, потому что он аккомпанирует в качестве концертмейстера, а солистом выступит тоже ученик, выпускник класса Андрея Юрьевича Станислав Муставой. Он солист театра «Новая опера» имени Евгения Полопова, а также приглашенный солист Мариинского и Большого театра. Сейчас прозвучат два романса Рафандова «Не бой красавица ты мне» и «Здесь хорошо». Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Надо сказать, можно? Здравствуйте. Для меня большая честь сегодня стоять здесь перед вами и не в одиночку, а вместе с моим другом, с которым мы первого класса вместе. И мне бы неприятно, что даже сейчас Андрей Судович делает все для того, чтобы его встречать. Субтитры создавал DimaTorzok Не пой, красавица при мне, И песен груди венчальна Опоминают мне Другую жизнь И песен груди венчальна Увы, напоминают мне Твои жестокие надежды И смерть, и ночь, и брилу не черти И далекой светлой земли Я призрак, милый родовой Тебя увидим, забываю Но ты поешь И предо мной его я вновь попрошаю Не пой, красавица при мне, И песен груди венчальна И песен груди венчальна А поминают мне Не пой, красавица при мне А не люблю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Браво! А сейчас прозвучит вокализм в памяти Андрея Вынавина. Его сочинил ученик Андрея Фёдоровича Виктор Волна. Исполнители камерных пор девушек Оксинского центра А.В.Кантус, художественный руководитель и дирижёр Сергей Быстров, концертмейстер Оксана Беляева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аминь. 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 Сейчас простучит детская пьеса Андрея Федоровича «Кукушка». Хочу рассказать историю ее возникновения. Мне рассказывал Андрей Федорович, что как-то, когда он гулял в лесу, он вдруг услышал, что странное кукование. Он говорит, обычно кукушка кукует на ми до диет. Ну, я вот так потом прислушала, действительно, ми до диет. А эта кукушка куковала ми до муль до. И это так его удивило, что подвигло на сочинение целой пьесы. Пьеса замечательная, очень такая, как это, и компактная, и эффектная. И я даже знаю, что она была в качестве обязательной пьесы использована на одном из наших многочисленных детских фордовианных конкурсов в средней полоте России. По-моему, это было в Липецке. Итак, слушайте Курнавин кукушка, исполняет Вероника Ткачева, четвертый класс, преподаватель Галина Андреевна Быстрова, музыкальная школа римского спорта. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Сейчас еще одна пьеса для детей и юношества – это пьеса «Танец» Андрея Федоровича. Танец из русской сюиты. Я знаю, что этот танец был написан в 1939 году. Андрей Федорович был еще совсем молодым. Во время в Ленинграде, когда была советская финская война, весь город был в затемнении. Вот тоже интересно еще рассказывал про это Андрей Федорович. И вот он при свете свечи сидел и вот почему-то, ну, не знаю, наверное, это был какой-то и национальный подъем. Вот возник такой цикл. В числе пьес этого цикла сейчас мы услышим танец. Исполняет Ярослав Семенов, восьмой класс, преподаватель Смыстрова Галина Андреевна, музыкальная школа Римского поискового. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас выступит еще один выпускник класса Андрея Федоровича, Григорий Углов. Хочу немножко рассказать, с Гришей очень как-то тесно переплетается история нашей семьи, потому что довольно долгое время, вначале он учился у моей сестры Ольги Курнавиной, потом, по-моему, в седьмом или восьмом классе, в седьмом классе она передала Гришу Андрею Федоровичу, и дальше уже Гриша учился в хоровом училище, и уже окончил его как дирижер-хоровик. Мы, ну даже, так сказать, можно сказать, дружили домами, очень много было интересных каких-то событий совместных, какие-то были постановки, Андрей Федорович даже писал музыку к каким-то постановкам. В общем, вот такая была интересная у нас совместная жизнь. Ну, так, в общем, бывает у многих, переплетаются и судьбы, и истории. А сейчас Гриша, закончив хорово-училище, это траваторил, он стал композитором. Ну, не только композитором, конечно, он много чем еще занимается, но вот сейчас Гриша исполнит два своих произведения. Ну, наверное, сам расскажешь, что-то Гриша хранит, ладно? Андрей Федорович был первым моим педагогом, который не объяснил законы музыкальной формы, законы гармонии. Объяснил, я-то еще только начал заниматься у Ольги Андреевны, Андрей Федорович мне объяснил, что такое доминанта, что такое доминанта, какие-то первые импровизации были под его руководством. А сейчас два моих вокальных произведения прозвучат. Первое на стихи Николая Бумилева «Кенгуру» исполняет София Яцкевич, лауреат международных конкурсов, солистка ансамбля «Эпоха Боровка». АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Это была Софья Лицкевич, а теперь выступит лауреат международных конкурсов, педагог университета Герцена Павел Снитко. Роман на стихи Бориса Пастернака «Свидание». Аплодисменты. Засыплет с ним дороги, Забарит сканы крыши, Пойду разрядь я ноги, За дверью выстоюш. Одна больно осенней, Без шляпы, без столов, Ты борешься с волненьем И мокрый снег. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сейчас мы осваиваем новые технологии, попытаемся вывести на экран послание от внуков Андрея Федоровича. Сейчас выступит Маша, это дочка Ольги Андреевны Урнаминой. Она живет в Берлине, к сожалению, не могла приехать. Прозвучит Колька Рахманинова в обработке Аркадия Володось. Кстати, Володось тоже не выпускник хараоного училища, но учился в хараоного училища. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Я это запомнил до сих пор. Седьмого класса второго училища у меня это сидит. Неский похлон Андрея Фёдоровича за то, что он выучил моих детей. Фёдора, Илью, он здесь, вообще не здесь. Ваню, Ванечка, Ваня фаготист. Так случилось, что он фаготист, но он уже играет на протопиано. Ульяна, он просто... Уля тоже его играла, когда она была в 10-летней на протопиано. Какое-то произведение Ульяна он тоже, Андрей Фёдорович, слушал. И Ромочку, которая тоже с нами, но не с нами. Поэтому ещё раз Низкий Балканин Андрея Фёдоровича, Вечная Память. И также Людмиле Серафимовне, поскольку без матушки, батюшка, если он не монах. Так же вот Людмила Серафимовна, она та матушка, которая Андрея Фёдоровича была всегда и надёжный тыл, и плечо, и всю жизнь возлюбленная. И очень и очень сильно эта семья, поскольку это семья, это очень сильно и явно давала понять окружающим и ученикам эти прекрасные русские традиции, которые, собственно, нёс Андрей Фёдорович. Спасибо. Ещё раз ему и семья Курнавина в низких окружающих. В твоём саду раскрылись нектари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Курнава Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас будет второе послание. Это от внук Василий. Василий Быстров. Он велочелист. Живёт сейчас в Германии в Карцрое. Закончил аспирантуру как солист Штутгарта. И не может оттуда выехать сюда. Он очень хотел приехать. Он уже готов был взять билеты. Но по визе ему не разрешили выехать. Позвучит импульс. Не всего. Не много любви. Не много, чтобы сказать о Курнаве мне две человеки. О дедушке. Я не знаю, с чего он начал. Я не знаю, как я закончил. Наверное, чтобы сказать о значении дедушки Андрюша или бабушки. Их значения в моей жизни не будет хватить перед даже маленькой вечности. Пару людей. То есть можно доводить без конца. В том, какие они были замечательные люди. Ну, если мы все-таки, наверное, можем привести какую-то основную миссию. Я иногда хотел сказать, что то, что я научился самому главному в мире, это что такое любовь. Дедушка, он любил все, что он делал. Он всегда... Он любил очень свое дело. Он любил очень свою семью. Он любил вообще всех окружающих вокруг. Он всегда первоисходил бы какая-то любовь к жизни, к бабушке, к нам, к маме, к бабе, к тете, ко всем родственникам. Он любил музыку. Он любил всех учеников. Я всегда чувствую какую-то энергию. Вот эта энергия, мне кажется, вообще этот пример, его пример. Если мы все попробуем все части хоть чуть-чуть отдаваться с любовью всему, чтобы происходить в этом мире, тогда, наверное, наш мир будет немножко лучше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Прозвучит Травинский Русская Исполняет бывший выпускник ученик Андрея Федоровича Александр Платонов блестящий пианист солист Петра Концерта Аплодисменты что то по моему он сам скажется Аплодисменты 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А тут даже не зелит еще немного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok История создания ее очень необычна, потому что я ее писал как лирическую блюзовую песню, а кончилась тем, что ее поют на стадионах и на площадях большие хоры. Судьба песни вообще не исповедена. Дима Торзок 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 История Дима Торзок АПЛОДИСМЕНТЫ И так как, можно сказать, Капелланин – это марка, бренд, это гордость, также, я считаю, можно сказать, я выпускник класса Андрея Федоровича, это тоже марка, очень высокая. И сейчас на сцену я приглашаю хор выпускников Андрея Федоровича Курнавина. АПЛОДИСМЕНТЫ Поймите, только, конечно, по-моему, репетиций не было, но неважно. Все равно это будет очень здорово. Они исполнят два произведения – «Кедров. Отче наш» и русско-народная песня «Ах, то степь широкая». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что здесь в обществе дорогого учителя нет каких-то единиц. Даже массивный композитор становится тут же своим. Это просто честный музыкант, которого Андрей Петрович вложил. Такой же, как у нас всех, маленькое семечко. То, что он мог вместить тогда, чтобы эта семечко стала или деревом большим, или целым садом. Вот такой небольшой сад, летний сад мы сегодня здесь представляем. Даже пестрые, видите, опять картина. Но прозвучит то, ради чего и жил Андрей Петрович, ради воспитанников хорового училища, которые выйдут в дирижеры, певцы и понесут наше настоящее русское зерно культуры. Это его хоровой музыку, это его душу. И первым прозвучит произведение Николая Кедрова. Молитва Господня. Отче нас. Молитва Господня. 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 И остали нам доми наши, Я, Боже, и мы Оставляем Новый год нашим. И не бегилось по искушеньям, Но избавилось По искушеням. КОНЕЦ 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 Удивиться всем. Вот эта песня «Ах, ты степь широкая» она любима до сих пор. И многие её даже наизусть поют. Простите, если мы что-то не так спим. Ах, ты степь широкая, КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Наш концерт подошел к концу, но сейчас мы хотим предоставить слово Андрею Федоровичу. Произведение «Экспромт», посвященное его маме, моей бабушке. Этим мы закончим наш сегодняшний концерт. Субтитры подогнал «Симон» Симон 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 «Симон» У нас приготовлен небольшой фуршет. Я приглашаю всех вот туда, в ту сторону, в столу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!